Девочка-пай 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 Это группа, который проводит в Гросси-Day Friday Night Activity. Я также руководитель руководителя Гросси-Day Business Directory. Мы регистрируем микро и маленькие бизнесы в нашем сайте и фейсбуке, и мы делаем много социального маркетинга для них. Также мы делаем экспосы, где мы идем в различные коммунисты и продемонстрируем своих бизнес-партнеров, и мы делаем семинары, где мы получаем профессиональные люди и работаем с бизнес-производителем их бизнес-производителем. Как вы становитесь интересен в поддержке вашей коммунисты? Ну, от первого, мы делаем много. Даже если вы родились, вы получаете жизнь. Вы приходите в школу, вы получаете, вы получаете образование. И в моем профессии, как телеком инженер, в моем праздничном работе, я получаю много поддержки от бизнес-производителей, где я был посетившим много, и я был посетившим много, и я был посетившим много, в том, что это просто натуральный, и я посетившим о развитии в моем коммунисты, и я помогу, где я могу. Мы знаем, что Гросси-Day Friday Night Street Party является большим преимуществом для города Гросси-Day, не только локально, но и интернешно. Вы говорите, что вы председатель и вы получаете жизнь в Гросси-Day в Гросси-Day. Скажите мне о том, что вы работаете в Гросси-Day в Гросси-Day в Гросси-Day в Гросси-Day в Гросси-Day в Гросси-Day. И о том, что в Гросси-Day в Гросси-Day в Гросси-Day в Гросси-Day в Гросси-Day в Гросси-Day в Гросси-Day, мы понимаем о том, что экономическое состояние в нашей коммунистике, как определенная ситуация на протяжении, и это не будет тратий раз на джар-луберске, и вездок Free Night дает возможность вам получить滿 utilized, что распространение в Гросси-Day в Гросси-Day в Гросси-Day может в распространение каждом недвижении. Поэтому это одна из способов, которая поддерживается большим к нашему гросси-Day в Гросси-Day в Г Product. Скажите о Регги Ди Бэй, потому что я понимаю, что это занимается больше, чем только в интернете, потому что у вас есть 10 сетей, и так далее. Регги Ди Бэй был в первую очередь созданным уровнем интернете, не только для наших локов, но и для всех наших посетителей. И мы пытаемся, что мы пытаемся, выяснить, что-то позитивное, что-то позитивное. Мы проводим много позитивных мунических фибраций. В Регги Ди Бэй мы вместе с моим другим бизнесом, где мы построим tents. Мы позволяем моих партнеров, которые приспособлены свои средства и услуги. Мы надеемся, что это повышает их бизнес. Это очень интересно. Вы имеете в виду много идей, и я надеюсь, что вы продолжаете в этом направлении. Как есть поддержка в вашей коммунистике для того, что вы делаете? Я хочу сказать, что я действительно получаю поддержку. Я говорю, что я постоянно говорю. Я говорю, что я полностью поддерживаю мою коммунистику. Все, кто научит и знает о различных событиях. Я никогда не получаю поддержку, что я не получаю поддержку. И я всегда очень благодарен за это. И я боюсь, что это важно. И это что-то, что мы хотим сделать в этом, Продолжение следует... This is an announcement from the Ministry of Social Transformation, Local Government and Community Empowerment. I'm standing here on the Grand Revere playing field with the first Vice President of the Grand Revere Development Committee, Ms. Anselma James. Anselma, this is your community, Grozily, as you know, and you've been selected to be on our show because we realize that you're giving back to your community and we'd like to recognize you for that. So welcome to our program and give me an idea of how you became involved in community development. I would say, I would not say I got involved. It's a natural thing. Being a pillar of the community, I was born here, I was raised there. My formative education began here. I moved away and then I returned, so I'm now permanently a resident of Grand Revere. So it's only natural that I give back to the area where I was born and bred. That's my motivation. Okay, and tell me, what sort of activities does the Development Committee engage in here in Grand Revere? What we do, well, the name speaks for itself, Grand Revere Development Committee. We work towards education, culture, the elderly, health and wellness, fitness, infrastructure, sports, youth, name it. We try to reach out to all aspects of the community. As a community development activist, would you care to share something in your life that brought about some sort of social change in you personally that you'd like to share with others? For me, the way I was raised, I was raised in a single-parent family with my mom being the breadwinner and the oldest of my siblings being my brother. He was the one who really and truly took on the father figure. Some of the benefits of that was actually being raised by a community of persons and not just my mom and my brother. Back then, everybody played an important role in raising a child. So, if we were hungry, we would go to, let's say, for example, Malala's home. She would know Martino's children are there. They don't have a mom. They don't have a dad. So, you know, we'd get a plate of food there, a good spanking as well. You know, the discipline was there. So, it's not only the family, the community raised us. So, that's where I guess basically it came from. Okay, I like that you said that. In that vein, what responsibility do you think that community groups and the community in general has to play in the development of their own communities? Because I think a lot of people rely on government to do things for them. And you are one of these people who are showing that, you know, we can get up and we can do things for ourselves in our community. What are your thoughts on that? Of course, it's really important that all community groups, be it mothers, fathers, sports, cultural, because we are the ones who know our community. We know what we need. We know what's going to drive the community. We know how we're going to develop. It's really important that we all come together. And, you know, just work towards a common goal in terms of developing. It will not take an outsider to come into your community to push. Although it has worked in the past, but then for it to be, to give it passion and ownership, it would definitely take persons and members and groups from the community to do so. Okay, what is the highlight, as we are about to close, what is the highlight of Granivere? If you had to describe Granivere for me in a sentence, what would you say? Granivere is the place to be. We have a little of everything, church, culture. We're now into a country and western. We have some of the best schools. We have some of the best sports personalities. We have some national representatives on the netball team coming right here from Granivere. We have some people who would challenge me for that, but that's the place to come. If you want to really and truly settle in St. Lucia, Granivere, Grozile. And we are some of the best rivers in St. Lucia. So you heard it here. Granivere is the place to be. This is your community in the town of Grozile. We're now passing through Granivere. Stay with us. We are now in Moshi, a subdivision of the town of Grozile, and one of 47 large estates in the north of the island. You're watching Your Community, a production of the Ministry of Social Transformation, Local Government, and Community Empowerment. In today's episode, we took a tour of the town of Grozile, getting to speak with some of the movers and shakers on the ground. I'm your presenter, Adora King. Look out for us in your community soon. I'm your presenter, Adora King. I'm your presenter, Adora King.